Приветствую вас. Для начала я бы хотел отметить, что мне понравился ответ моего коллеги Кудрышева Игоря Леонидовича. Его ответ я считаю очень правильным. И именно по данному направлению вам нужно идти, если вас интересует действительно реальное решение проблемы, то, соответственно, я думаю, что имеет смысл вам, ну как минимум, ознакомиться с тем, что сказал мой коллега. Что касается моего ответа, то я постараюсь рассмотреть ваш текст, вашу ситуацию более подробно, со своей стороны, да. Вот. Укажу на какие-то моменты важные, с моей точки зрения. И надеюсь, что это поможет вам лучше понять, что-то с вами происходит. Итак, мы с молодым человеком вместе два года, у нас хорошие отношения. Вот, хорошие отношения, да. Хорошие отношения. Это какие? Кто определяет, какие отношения хорошие, какие отношения нехорошие, плохие? Он тебя достойно ведёт. То есть, вот, понимаете, да? Он тебя достойно ведёт, по вашему мнению. То есть, а мог бы, мог бы, да, наверное, вести себя, ну, не достойно. Ну, как вот, я думаю. То есть, вот здесь уже мы можем наблюдать такое определённое ожидание чего-то от поведения мужчин. То есть, вы, как бы, оцениваете его действие, его поведение, исходя из того, что нужно вам. То есть, как бы, есть определённые критерии, определённые рамки, да, которые, вот, мужчина должен с вами соблюдать. Понимаете, что настораживает? Вот, настораживает именно то, что он достойно себя ведёт. То есть, а вы позволяете себе делать оценку его поведению. Не себе, не своему отношению к нему, а именно, именно его поведению вы оцениваете. Дальше, хорошо, хорошо ко мне относятся впечатливые, ну, тоже оценочное осуждение достаточно, да. То есть, всё значит, хорошо ко мне относится. Ну, относится так, как он умеет. Относится так, как он может относиться к вас. Либо устраивает, либо нет, да. А когда вы говорите, хорошо ко мне относится, это опять же, ну, так, типа, да. Да, вот. Ты молодец. Ты хорошо ко мне относится. Ну, не знаю. Здесь то же самое, что и с достойным. То есть, вроде бы вы его хвалите, да, но чувствуется какой-то, знаете, какая-то родительская позиция, я бы сказал. Вот. Далее, вы пишете, что знаете характер своего мужчины и знаете, что он никогда не изменит. Ну, опять же, вот есть такое ощущение, да, что вы проецируете. То есть, достойно ведёт себя, хорошо относится, никогда не изменит. Это всё какие-то ваши, вот, желания, ваши чувства, ваши элементы личности, которые вы, которыми вы наделяете этого человека. Вот. То есть, имеет место быть идеализация его. В начале у меня к нему было 100% доверие. Вот. Интересно было бы узнать, что такое для вас 100% доверие. То есть, что вы понимаете под ним, под этим 100% доверием. Если это просто высказывание, вот, ну, просто, да, есть, как бы, доверие. Ну, оно достаточно, ну, хорошее, твёрдое, да, то есть, я доверяю всё, вот. Это одно. Другое дело. Другое дело. Другое дело. Другое дело. Если вы стремитесь к полному, ну, к полной открытости. Вот. Это, значит, другой вопрос. Здесь мы имеем место, здесь мы имеем дело с механизмом слияния. То есть, стремление к единению с человеком, да, единению с человеком. Посредством растворения в нём. Но при этом, оторгая его личностные, индивидуальные черты, тем самым делая невозможным настоящую духовную близость. Речь о том, эээ, и речь о том, пишите вы, чтобы, чтоб, как-либо проверять друг друга не шла никогда. Ну, вообще-то это нормально и достаточно интересно, что у вас эта мысль возникла. Но произошла ситуация, которая одна, эээ, когда я однажды увидела на его компьютере фото его голой бывшей девушки. Ну, неприятно, да, неприятно. Это, это да. Неприятно, безусловно. То есть, ну, не просто фото девушки бывшей, да, а именно голой бывшей девушки. То есть, как бы, интимное что-то, да, более такое сексуально ориентированное. Вот. Это неприятно. Ну, вот, эээ, знаете, ваш молодой человек, пишите вы, извинялся за это, за то, что эээ, произошло. Понимаете? Понимаете? А, извиняться здесь на самом деле не нужно. То есть, дело не в изменении. Вот, эээ, отдельного разговора требует то, как вы, эээ, увидели это фото. Что, вот вы пишите, что, 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 а, значит, была ситуация, когда однажды я увидел на, на его компьютере фото девушки. Что, случайно увидели? Нет. Что, это фото лежало прямо на рабочем столе? Нет. Значит, вы делали это, скорее всего, целенаправленно, как-то. и, соответственно, а, значит, вопрос заключается в том, для чего вы это делали. Далее, эээ, вы пишите, что человек извинялся, да? То есть, эээ, значит, он признал, эээ, признал свою вину. Вот. Но виноват ли он, если у него были какие-то желания, которые привели его к тому, чтобы у него, эээ, значит, была эта фотка. Знаете ли вы, эээ, его эти желания, эээ, в курсе ли вы об этом? Спрашивали ли вы, эээ, своего молодого человека, почему она, эта фотка у него? То есть, не как, не как он мог так поступить. Ну, вот. А, именно, именно, почему она оказалась в него? То есть, что, может быть, ему, эээ, секса не хлопает? Может быть, он скучает по ней? Может быть, эээ, что-то вызвало в нём, эээ, ностальгию? То есть, вот, на такой момент вы были ориентированы в своём, эээ, вот, своей реакции на то, что произошло? Я думаю, нет. Я думаю, что вы просто вызывали у человека чувство вины. И весь вопрос в том, по какой причине вы ориентированы были на себя, а не на него. Теперь встаёт глобальный вопрос, с какой целью вы в этих отношениях, не, эээ, случайно не, не для достойного поведения, хорошего отношения и того, что он вам не изменит. Согласитесь, немного эгоистично. Дальше. Он извинялся, всё удалил, я его простил, а мы пошли дальше. А выводы-то какие? Выводы какие? Решения какие? Однако с этого момента меня гложет недоверие к нему. Правильно, потому что у вас есть собственная неуверенность в себе, страх остаться одной, недостаток значимости своей в жизни. Ну, возможно, есть непринятие себя, и эти свои проблемы вы переносите на своего молодого человека, пытаясь за счёт него их решить. Я теперь всячески пытаюсь его на чём-то поймать и в чём-то уличить. Для чего? Зачем? Чтобы что? Так я узнала, что он находил пару раз к бывшей на странице, будучи в отношениях со мной. И что? Потом, через годик я увидел, что он смотрит фото голых баб в интернете. Заметьте, голых баб. То есть, принижение идёт здесь женщина. Хорошо, смотрит фото голых баб. И что? И что? Как вас конкретно это задевает? Понимаете ли вы, что если это задевает вас, то это ваша личная ответственность? Понимаете ли вы, что это ваши чувства, ваши эмоции, ваши переживания, которые вызваны вашими же представлениями о себе, причём деструктивными, раз подобные вещи имеют место быть? Вы пишите, с другой стороны, я прекрасно понимал, что все смотрят подобного рода фото, и каждый из нас нет-нет, да и зайдёт на страницу с бывшим ради интереса и не более. Смотрите, с одной стороны, с одной стороны, вы здесь как будто бы пытаетесь рационализировать, да? То есть, ну, пытаетесь развивать к какой-то общности, к каким-то нормам, да? С другой стороны, вы себе это позволяете. То есть, вы позволяете себе то, пусть даже и гипотетически, что не позволяете другим. Либо вы своего молодого человека считаете, ну, не знаю, может быть, хуже, а может быть, и лучше, чем другие. То есть, ему так делать нельзя. Но вопрос заключается в том, кто вы такая, чтобы разрешать что-либо или запрещать что-либо своему молодому человеку. Дальше. Значит, ну, такие мелочи ещё больше усугубляют ситуацию. Мне после таких случаев кажется, что он постоянно будет что-то скрывать от меня, и я должна быть на чеку. Опять же, вам кажется, что он будет что-то скрывать, и вы в этом видите угрозу. Вопрос в том, какого плана. Вы постоянно быть на чеку, чтобы что, чего вы ждёте, от чего вы пытаетесь защититься. Кстати говоря, не защититесь всё равно. Пока не будете обращать внимание именно на себя, а не на него. Из-за этого доверие становится всё меньше и меньше, и отношения ухудшаются. Здесь вы говорите, опять же, не совсем верно. Из-за этого я доверяю ему всё меньше и меньше, и я ухудшаю отношения. Это было бы правило. Я как будто исключена морально. Ну, это вполне понятно, потому что внутренний конфликт, внутренняя борьба, которую вы постоянно ведёте сами с собой, она отнимает очень много сил. Это естественно. Связано это с тем, что вы, опять же, через своего молодого человека пытаетесь кому-то что-то доказать и показать. Скорее всего, ну, кому-то из своих родительских фигур, может быть, маме, может быть, папе. Ну, как правило, пап. Как правило, пап. То есть, опять же, здесь нужно обратить на это внимание. Вот вы пишите, что я истощена морально. Хорошо. Если вы истощены морально, то у этого есть причина. Так подумайте над тем, какие причины, что истощать вас. Это не молодой человек. Он не может вас истощить. Молодой человек не может. Вы себя истощаете. Вопрос в том, как. Понимаете? Как вы себя истощаете? Чем вы себя истощаете? Понимаете? Вот это, мне кажется, то, над чем вам нужно поработать. Это то, над чем вам нужно как следует подумать. Потому что это важно. То есть, вот, сейчас вы возлагаете на молодого человека своего ответственность за то, что морально истящены именно вы. То есть, не он, а вы. Он напрягает меня в том, что я контролирую каждый ваш шаг и не даю свободу. Это правда. Потому что вы, поскольку не уверены в себе, поскольку вы сомневаетесь в себе, то вы компенсируете это контролем. То есть, не чувствуете себя в безопасности и не умея, вероятно, выстраивать правильные личные границы с людьми, вы компенсируете это контролем. Вот. Обнакомьтесь здесь с историей тоталитарных государств. Я надеюсь, что вам это поможет понять, куда вы идете и к чему. Говорят, что у каждого человека должно быть личное пространство. Я с этим согласен, но не выношу, когда со мной нечестны и когда пытаются что-то скрыть. Проблема в том, что личное пространство это и есть скрытие. Это и есть умалчивание каких-то вещей. То есть, у вас есть противоречия. Если человек будет с вами на 100% в абсолютной честью и не будет ничего скрывать, то невозможно иметь личное пространство. Поэтому здесь вам необходимо также данное противоречие решить. Кроме того, это вы не выносите нечестности и того, что от вас пытаются что-то скрыть. Вы не выносите, так возникает вопрос. Если не выносите вы, то почему ответственность за это несёт ваш мужчина? Опять-таки. То есть, не выносите вы, да? Не выносите вы. А свободу ограничиваете вы его. Ну, вы же можете, например, ну, в теории хотя бы просто спросить себя, а вот почему я не выношу-то? Опасность-то для меня в чём? Какая, какая? Но нет, вы этого не делаете. Понимаете? Так. Вот вы пишите, особенно если это любимый человек. Так, особенно если это любимый человек, нужно уважать его личное пространство и не заходить туда. Разве нет? Да, у меня тоже есть небольшие тайны, но они не такого рода. А кто? Кто даёт право вам считать, что какие-то тайны такого рода, а какие-то нет? Откуда двойные стандарты? Ответ. А про родителей? Пока двойные стандарты будут, то есть тебе я позволяю что-то другим нет, отношений у вас хороших не получится. Я эти поступки расцениваю как предательство, что ли? Какие поступки? Какие? Именно. Хорошо. Как предательство? Окей, вас предали. Человек вам не подходит, расставайтесь с ним. Расставайтесь? Если вы считаете это предательством. Предательством. Но вы же не расстаёте с ним. Получается, что вы в отношениях с предателем, насколько вы любите себя, что готовы встречаться с предателем. Да, и называть его любимым человеком. Привет. Подумайте. А если вы всё равно с ним, так извольте тогда взять ответственность и признать, что это не предательство, а так делают все. Опять же, момент какой? Вы пишите, так делают все, и тут же называете предательством этого. Противоречие. Если так делают все, какое же это предательство? Значит, это предательство для вас. Почему? Потому что оно вызывает определенные чувства ваши. Но вместо того, чтобы проанализировать их, вы обвиняете другого. Как мне поступить? Работать с психологом на индивидуальной основе для разбора всех ваших проблем, ваших. Как начать доверять? Личные границы, личная ответственность, уверенность в себе. Давать ему свободу перед нами контролировать и улучшить наши отношения. Ну, объективно, для всего этого нужно, чтобы вы сами были свободны, и чтобы у вас внутри была гармония. Вне зависимости от того, с кем вы. Тогда и отношения будут улучшаться. Пока вы пытаетесь за счет молодого человека, запряжить свои проблемы, поэтому отношения не складываются. Ну, потому что другой человек это не средство. Понимаете? Это саму цель. То есть, это саму цель для того, чтобы отдавать. Тем более, вы не мучая жена, и формально он вам вообще ничего не должен. Об этом вы забываете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И если вы реально хотите решить свою проблему, то вам нужна консультация у психолога. Регулярная и, к сожалению, неоднократная. И еще нужно ваше желание работать над собой. Не над ним, а над собой. Я желаю вам всего доброго и удачи!